Всем привет! А сегодня у нас на распаковке такой интересный девайс, как электронная книга. И тем, кто любит почитать, будет, я думаю, максимально интересно. У нас на распаковочке Kindle 10-го поколения. Эта версия не Paperwhite, это просто версия Kindle 10-го поколения, чтобы вы не запутались, что это за моделька. Здесь приходит все просто. Вот такая упаковочка. Та же есть держатель от витрины. И, соответственно, она просто вот так вот где-то висела на витрине. Здесь даже вот есть какая-то наклейка, видимо, чек или что-то такое, как будто она была в магазине, вот остатки было сорвано. Покупали мы ее на ebay и, соответственно, нам вот прислали такую красивую коробочку. Здесь у нас версия на 6 дюймов, плотность пикселей 167 ppi, есть встроенная подсветка, что важно. Сейчас при отключении света очень актуальная опция. Можно спокойно читать книжку, даже если у вас нет света, и приятно провести время. Есть также Wi-Fi, ну, в принципе, он не особо нужен. И емкость накопителя здесь 8 гигабайт. Этого более чем достаточно на электронные книги. Вы там можете просто всю свою библиотеку, наверное, держать, и у вас еще останется место. Также здесь имеется зарядка по USB и, в принципе, вот, собственно говоря, и все. То есть, по книжке базовые характеристики вы сразу на коробочке все увидите. Что ж, приступим к распаковочке. Здесь вот такая как бы пломба есть отрывная, и мы сейчас с вами туда как раз попадем вовнутрь. Так, приходит такая красивая упаковка. Здесь, в принципе, больше ничего нету. Здесь вот такая книжечка. То есть, здесь у нас сама книжка. Имеется к ней кратенькая инструкция, как правильно заряжать, где кнопочка включения находится. И также идет шнурочек. Это у нас microUSB, то есть, можете использовать свой какой-нибудь от телефона. И здесь USB, как обычно, то есть, вообще ничего не зависит. И можете прям вместе со своим телефоном заряжать. Вот такая книжечка. Здесь уже сразу включена настройка. Она, скажем, в какой-то степени запущена. Это уже отрисовано прямо на книге. Это не наклейка. Давайте посмотрим, что, как она. Сразу замечу, очень приятный корпус. Здесь вот такая улыбочка от Amazon. Ихняя брендированная. Здесь у нас только одна кнопочка. Имеется индикатор зарядки. Он горит желтеньким, когда идет зарядка. И когда заряжен зелененьким. И гнездо для microUSB. В принципе, вот такая книжечка. Очень мало весит. Легкая, примерно 170 грамм. В руке помещается хорошо. Вот у меня небольшая рука. Наверное, даже, может, ближе к женской. По размеру. И вот я могу ее спокойно взять. И удобно читать одной рукой. Ну, или вот за низ, как люди берут. Но, то есть, размеры компактные. Это 6 дюймов. Очень удобно, я считаю, для электронной книжки. В том плане, что она в одной руке помещается. И вы можете спокойно там, другой рукой, что-то делать. Собственно говоря, вот такая книга. Сейчас мы ее включим. Подключим к ней Amazon Account. Чтобы она была полностью функциональная. И продолжим с вами обзор. Давайте попробуем включить книжку. Здесь вот показано нам Power On. Или включить на русском языке. нажатием на кнопочку. Давайте. Мы нажали. Книжка сразу включила подсветку. Сейчас пойдет первая загрузка. Как всегда, классическая заставка. И идет у нас загрузка. Что мне нравится, очень приятные углы обзора. То есть они большие, с любой стороны, с какой ни посмотри. Текст, картинку видно без искажений. Так, нам надо выбрать язык. К сожалению, украинского нет. Есть русский. И начать работу. И вот идет первая загрузка, первое включение. Здесь вот, кстати, заряда батареи хватает на неделю. Если быть точным по характеристикам, здесь заявлена производителем работа 6 недель при расчете, что вы будете читать полтора часа в день и использовать подсветку на уровне 13. Там такой будет бегунок. И они рекомендуют использовать подсветку уровня 13. Там можно ярче, можно меньше. Но это они считают такое оптимальное. И ее будет хватать на 6 недель. То есть при такой емкости вы можете даже не думать о заряде. И спокойно брать ее куда-то в поездку, еще куда-нибудь просто носить на работу. И вообще не вздумываться о том, что надо зарядить. Я думаю, для вас это прям будет какое-то редкое событие, что необходимо зарядить книжку. Учитывая, что 6 недель, ну это почти 2 месяца. То есть там с какими-то плюс-минус отклонениями она будет работать полностью на заряде. Нам предлагают подключиться к Wi-Fi. Ну это нужно только, может быть, разово для того, чтобы подключить аккаунт, получить там полный набор функций. Но из них это, в принципе, возможность покупки книжек в Amazon магазине. А так-то, в принципе, он вам не нужен. И, скорее всего, более удобный вариант это включить режим самолета. Просто, чтобы Wi-Fi не кушал ваш аккумулятор. Можно посмотреть список сетей. То есть видны сети, которые у нас тут есть. И все как бы все отлично. Настройки все есть. Клацайте на сеть, подключайтесь. Здесь все, вот как обычно, как в телефоне у вас настраивается. Нажимаем настроить позднее, да. И переходим на основной экран. И вы попадаете в основное меню. Здесь вот находится отображение книжек, которые у вас есть в библиотеке. И переход в магазин. Экран у нас сенсорный. И, соответственно, вы можете сразу управлять всеми элементами меню. Вверху всегда находится панелька с базовыми кнопками, уровень заряда, прием по Wi-Fi и текущее время. Есть также поиск. Если у вас большая обширная библиотека, вы можете по поиску быстренько искать или ваши заметки, или книжки, название книг. Какая-то фраза из книги. Все работает через один сквозной поиск. Удобно. Здесь, давайте посмотрим. Есть кнопочка главного экрана. Напоминает кнопочку, как на Android. Есть кнопочка назад. Тот же самый принцип. Если вы куда-то зашли, можете назад быстро вернуться. Есть настройки. Вот здесь сразу есть подсветка. И Amazon рекомендует использовать подсветочку на 13. Это будет максимально комфортный вариант для чтения, чтобы было не ярко. И батарейка будет долго держать, вот как они заявляют, в районе 6 недель. Есть режим в самолете, когда отключаются все средства связи. Там Bluetooth и Wi-Fi. И, собственно говоря, вы не тратите батарейку на какие-то периферийные устройства, которыми вряд ли будете часто пользоваться. Наушники Bluetooth здесь нужны для прослушивания аудиокниг. И также они должны быть без пин-кода, потому что с пин-кодом сюда наушники не подключаются. То есть, я думаю, вряд ли вы будете это использовать. В большинстве случаев книжку используют по ее прямому назначению. Это смотрят на ней именно текст с книги и читают его. То есть, по настройкам. Что у нас тут есть? Настройки базовая. Учетная запись. Мы еще ее не добавили. Поиск Wi-Fi. Подключение. Есть вот параметры устройства. Здесь информация об устройстве. Давайте глянем, что здесь сейчас стоит. Вот такая версия. 6 гигабайт у нас доступна для использования. Подключение к Wi-Fi. Вот серийник, MAC-адрес. То есть, все такое базовое. Можно поставить код на книжку, чтобы никто не смог ее запустить и почитать, что вы читаете. Есть настройка времени на устройстве. Возможно, перезапустить, если у вас что-то подвисло. Также это можно сделать долгим нажатием на кнопку включения. Появится такое меню. Если что-то висит, не можете попасть куда-то, перезапустить. Отмена. Это вернуться из меню. И можно вообще выключить экран. То есть, он полностью станет такой блеклый. Отключится подсветка. Но книжка продолжит работать. Такой энергосберегающий вариант. Потом одно нажатие. И книжка включается и находится на том же месте, где вы остановились. Также есть сброс. Тоже, когда что-то пошло не так. Вы хотите поменять аккаунт. Не смогли с него выйти. В общем, можете сбросить. И тут написано, что в результате все загруженное перемещенное с режима будет удалено с Kindle. Если вы решили ее продать или хотите просто очистить и кому-то дать попользоваться, не хотите заморачиваться, вы делаете сброс. Она переходит в такое стандартное состояние, как из коробки. Вот это и все настройки. Все остальное вы можете по меню увидеть уже в книжке. Мы сейчас с вами это все посмотрим. Так, мы нажимаем назад, к примеру, и возвращаемся сюда. Имеются параметры уже по чтению. Есть возможность настройки обновлять экран при каждом перелистывании страницы. Это не очень удобная функция. Она, во-первых, тоже будет расходовать ваш аккумулятор. И каждый раз будет перерисовывать при каждом перелистывании. Это не всегда надо. В большинстве случаев стандартный режим перелистывания отлично работает. Все хорошо видно. То есть те элементы экрана, которые не меняются, они просто не перерисовываются. Имеется здесь набор словарей. Есть вот несколько языков клавиатуры. Обычно есть английский и тот, который вы выставили в настройках для меню. Есть вот словарики. Здесь сейчас русский и английский. Можно еще подкачать, когда будет подключение к интернету, сюда словари, чтобы при долгом удержании пальчиком на слове вы посмотрите данные с Википедии. Или какие-то переводы, заметки для удобства чтения. Если хотите узнать какое-то слово, которое вы не знали, вы можете сразу вот с этих словарей получить данные. Порядок сортировки. Но это для китайского. Нам это не особо как бы интересно. И эти настройки вот закончились. Есть тут специальные возможности. VoiceView. Она озвучивает элементы при прикосновении к ним на экране. То есть для людей с ограниченными возможностями. Тоже вот есть такая специальная опция. Вам будет легче ей пользоваться. Так, справка и руководство пользователя. Здесь показываются как бы как инструкция уже в книжке. Позволяет вам подсчитать, как пользоваться книгой. Какие опции есть. За что отвечают. Вот видите, как бы сразу устроена инструкция. Это, скажем так, базовый ее режим чтения. Также она будет выглядеть при чтении у вас, когда вы будете читать вот какую-то книгу. Здесь еще вот поддерживается верхнее меню есть. Но если открыть книжку отдельно, вот ту же самую, к примеру, инструкцию, она будет на весь экран. Вот здесь еще есть руководство пользователя. Это тоже, в принципе, вот как книга, но она предлагает нам загрузить ее с Wi-Fi. Она более обширная. Там уже рассказываются функции магазина. И то есть как бы все вот онлайн опции, которые доступны в книге, если подключить аккаунт. А начать работу – это такой краткий вариант. Самое необходимое для того, чтобы вы сразу могли начать ей пользоваться. Давайте вернемся на главный экран. И, допустим, вот книжечка, вот наша библиотека. Все мы на нее нажмем. Здесь будет отображаться только список книг, которые закачаны на устройство. И вот, допустим, настроить Kindle. Открывается. А, она тут уже тоже говорит нам подключить из сети. Понятно. Соответственно, нам сейчас надо будет подключиться уже к Wi-Fi. И что-то вот уже делать такое, что требует Wi-Fi. Что у нас еще здесь есть? Словарики. Ага, здесь от Adobe обилингва словари. Давайте посмотрим, можно ли его открыть как книжку. Нас поздравили с приобретением книги. И здесь тоже вот. Я смотрю. Словарь есть. Но это, видимо, база словаря. То есть, листать его, я так понимаю, нельзя. Он никак не листается. А, не, вот листается. Только тут перелистывание идет уже не прокруткой, а вот таким кратким касанием. Такой текст. Чтобы вам лучше было видно. Давайте сейчас подключим ее к интернету и посмотрим уже вот книжки и магазин. То есть, более такой полный функционал. Как это выглядит, если ее подключить к аккаунту. Мы подключили Amazon аккаунт, который позволяет полноценно пользоваться книгой. В том плане, что есть синхронизация с вашим аккаунтом. Туда можно забрасывать какие-то книжки. Если вам это нужно, а не держать их локально на книге. И также есть доступ к магазину книг у Amazon. И мы сейчас с вами попробуем скачать реальную книжку и посмотреть, как она отображается. Покупать мы книжку, ясное дело, не будем. Но у всех книжек есть возможность посмотра образца. И скачивается несколько страниц вам на устройство. И вы можете там почитать какую-то часть главы, к примеру. И вам станет интересно, и вы, допустим, решите приобрести эту книгу. Я вот сейчас нажал на первую купавшуюся книжку. Сейчас загрузится описание вот этой вот книжки. И мы сможем там нажать кнопочку «Загрузить образец». Вот у нас отобразилось. Как видите, есть цена покупки. А здесь есть кнопочка «Попробовать образец». Мы на нее нажимаем. И пошел процессинг. Этот образец закачается сразу в мою библиотеку. Да, книжка на английском, но нет никаких проблем. Поддерживаются и русский, английский, еще другие разные языки. Нам исключительно для посмотреть. И выдается сообщение, что ваш образец в пути. И скоро закачается вам в вашу библиотеку. И будет у вас в списке загружено. Окей, закрываем. Переходим на главный экран. Заходим в библиотеку. И, как видите, идет загрузка книжки. Сколько процентов. И книжка качается к вам на устройство. Пробуем открыть. И здесь начинается книжка. Вот как она бы обычно отображалась, как любая другая книга на этом устройстве. Краткое касание по экрану позволяет перелистывать вам странички. Вместо интерфейса все скрывается. То есть, здесь непосредственно только текст книжки. И ничего вас не отвлекает. Было уже какое-то предисловие. И пошла сама книжка. Это образец. Здесь показывается место в данном образце, на котором вы читаете. И также, сколько процентов общего текста от доступного текста книги вы уже якобы прочли. И вы кратким нажатием можете перелистывать. Есть автоперелистывание. Как вам удобно. То есть, вы читаете книжечку. Если вам какое-то слово стало интересно. И вы хотите какую-то информацию по нему получить. Вы можете на нем вот так зажать. Оно подсветится. И по нему высветится информация. Есть вот словарь. Можно посмотреть. Также есть поиск в Википедии сразу же. Но это только онлайн работает, когда вы подключены к Wi-Fi. И перевод. Вы выбираете источник языка. И на какой язык хотите перевести. И идет перевод. Также вот можно на каком-нибудь слове сделать заметку, закладку. Вот как в обычной книге вы делаете. Вот видите, отрывок, заметка. Можно поделиться с кем-то. И там еще дополнительные функции. Но так как это образец, они здесь недоступны. Потому что необходимо книгу полностью приобрести. Но когда книга у вас будет полностью на устройстве. Вы сможете все эти опции делать. Тут вообще никаких проблем нет. Допустим, если вам надо назад вернуться. На домашний экран. Достаточно вверху вот так вот разочек нажать. И появится здесь ваше базовое центральное меню. Вы нажимаете или назад. И там настройки. Изменить подсветку. То есть свободное место. Оно скрывается. Вверх. Вот опять открывается. Нажимаете главный экран, к примеру. И переходите назад на вашу библиотеку. Вот давайте посмотрим что-нибудь на русском языке. Тут вот большой толковый словарь, к примеру, есть. Здесь вот на русском все нормально читается. Никаких прошивок. Ничего не надо. То есть поддержка языка сразу же имеется. Все опции работают. Вот видите, уже доступный отрывок. Заметка. Поделиться. Сделать поиск. Вот. Переводы. Просмотры википедии. Словари. То есть это все есть. Когда книжка у вас не образец, а скачена непосредственно на устройство. И вы читаете. Словарик вот читается. Здесь в меню показывается. Но это определенный тип книг. Словари. Поэтому они вот в таком режиме работают. Книжка же вот, как вы видели, работает полностью на весь экран. И менюшка все скрывается. И вас ничего не отвлекает от чтения. Вот так она выглядит. Здесь основной формат, в котором книжка работает, это Mobi. FB2 не поддерживается. Есть еще поддержка PDF, TXT. Но в Mobi переконвертировать вообще никаких проблем нет. Есть куча онлайн-конверторов. Не надо никаких программ. Конверторы бесплатные. И вы можете сюда накидывать сразу готовый Mobi формат. Это максимально совместимый формат с этой книжкой. И читать в нем. Ну или в PDF. Ну то есть кому как нравится. Там говорят, отображение не такое. То есть родной формат для этой книжки это Mobi. Он позволит как бы читать. И с всеми опциями работать. Там всякие заметочки. И так далее. То есть тут будут максимально совместивы с форматом Mobi. Вот. Что у нас здесь еще по этой книжке. Хороший отзывчивый экран. Подсветочка вот 13% стоит. Но она здесь не в 100% состоянии. А вот по цифрам. Максимальная здесь подсветка вот 24. И рекомендованная подсветочка 13. Книга с ней будет максимально долго сохранять аккумулятор. И соответственно будет удобно, комфортно читать. Будет довольно хороший такой свет. Не будет бить по глазам. Давайте посмотрим, как в темноте вообще работает эта подсветка. Потому что сейчас у нас есть дневной свет. И не совсем понятно, что она реально подсвечивает. Сейчас я нахожусь в темной комнате. Здесь нет дневного света. И мы попробуем симулировать ситуацию. Как если бы вы читали в темноте. Книжка сейчас полностью выключена. Один раз нажимаю на питание. И вот так светится книжка на режиме 13. Вот как рекомендует производитель. И читать в принципе вполне комфортно. Довольно таки ярко. Книжка хорошо освещает даже территорию. Вот здесь у меня такое белое покрытие. И оно от него даже уже отражает. Потому что книжка довольно хорошо и ярко показывает. Я бы тоже наверное для себя сделал бы поменьше подсветочку. Мне кажется это даже ярковато. Допустим вот где-то на 10. Я думаю хорошо, чтобы не било сильно по глазам. И вы вот можете в таком комфортном, неярком свете продолжить чтение. И не зависеть от каких-либо вопросов с электричеством. И спокойно себе хорошо читать. Также конечно у книжки есть режим ожидания. Скажем так в заблокированном состоянии. В таком она не будет потреблять слишком много аккумулятора. И можете то у вас там в сумке долго лежать и ждать когда вы будете читать. Кратким нажатием на кнопочку нажимаете. Отключается подсветка. И вот такая заставочка появляется. И здесь как бы уже нет употребления аккумулятора. Все отключено. Дисплей на электронных чернилах один раз прорисовывает эту картинку и выключается. И соответственно уже не работает активный экран. И не потребляется энергия. Потом вам надо один раз нажать на кнопочку. И произойдет активация книжки. И вам надо провести пальцем, чтобы разблокировать. И все. Вы попадаете на ваш рабочий стол или на открытую книжку. Что у вас последняя была запущена. И книжка готова к использованию. Нашел еще одну такую интересную опцию. Хотел с вами поделиться. Допустим вы читаете книжку и поняли что вам текст маловато. Вы хотите его сделать больше или наоборот хотите сделать меньше. В меню я такой настройки не нашел. Как вот размер текста при чтении. Оказалось все очень просто. Как на мобильном телефоне. Раздвигаете. И текст становится больше. Либо вот так вот плюсиком. Но меню это можно вызвать путем от щипка. Как вы делаете это на телефоне. И менять размер шрифта. На какой вам удобно. Очень прикольная реализация. Действительно очень удобно. Не надо никуда лезть функции. И можно сразу изменить размер текста. Вот такой обзор у нас получился. Такой интересной маленькой компактной книжечки от Amazon. Если вам понравилось. Оставляйте лайки. Пишите комментарии. Какой у вас идеальный гаджет для чтения. Будет интересно почитать. И до связи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.